Здравствуйте! В эфире программа «Химки Спорт» и я, ее ведущая, Екатерина Юшина. Как всегда, мы информируем вас о самых значимых и ярких спортивных событиях, в которых участвуют наши спортсмены. Не забываем и про самых активных жителей нашего города. Если вы любите спорт и уделяете тому достаточно времени, то, возможно, и о ваших достижениях мы снимем сюжет и покажем в наших выпусках. Еще одна победа на счету баскетбольной команды «Химки». На днях «Желто-синие» вернулись из Краснодара, где провели матч на новой арене «Баскет-Холл». Напомним, что с ноября у руля «Локомотива» стоит Саша Абрадович, и под его руководством команда выдала мощную серию, и до встречи с «Химками» уступили только ЦСКА. Встреча с подмосковным клубом, казалось, принесет победные очки хозяевам, но «Химчане» сумели переломить ход матча, отыграли отставание в минус 14 и увезли заслуженную победу из Краснодара. Больше всех очков нашей команде принес Алексей Швет – 29 очков и 8 подборов, также вклад можно отметить Роуленда и Хаммела в сумме – 29. Невыполнимых миссий не бывает, поэтому видеорепортаж, который сняли «Химки Баскет-ТВ», так и называется «Mission Possible». Смотрим. «Химки Баскет-ТВ» Мы начали играть в первую очередь, но с помощью Эй-Джей и Алексей мы начали выполнять большие удары, и мы начали выполнять их в противнице. Мы делали очень хорошую работу в вторую половину, выполняем на противнице, и выполняем баскет. Это был важный ключ для нас, и мы смогли выполнять. Ну, начали игру немножко не собранную, пропустили легких мячей, потом сконцентрировались во второй четверти, догнали уверенно, и пожестче играли в защите. В конце Алексей проявил характер и забил очень важные очки. Выиграли. Всем спасибо. Я рад, что на мой день рождения мы одержали такую важную победу. Спасибо парням, спасибо болечкам, всем, всем, кто болел. Всем спасибо. Продолжение следует... Сейчас в чемпионате Единой Лиги ВТБ Химки занимают третье место. Локомотив четвертое. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА «Зенит» второй. А в Кубке Европы начинается четвертьфинальная серия. Уже завтра, 28 февраля, подопечные Душка Ивановича проведут первый матч против Валенсии. Игра пройдет в Испании. А о том, как команда готовится к выезду, узнаете из нашего материала. Слово Алексею Житких. Летучие мыши идут сейчас на третьем месте в очень сильном испанском чемпионате, немного уступая лишь Мадридскому Реалу и Тенерифе. И опережая такие команды, как Барселона, Баскония и Уникаха, на которую подопечный Душка Иванович вышли бы с первого места в группе. Однако Химки уступили его Мюнхенской Баварии. Ветеран-химчан Егор Вяльцев, анализируя то поражение, считает, что немцы их банально перебегали. Я опять говорил о том, что Бавария очень физически сильная команда. И они показали у нас на площадке, что они обладают этими качествами. И 40 минут мы закончились в ничью. И как раз вот пятиминутка дополнительная показала о том, на каком они физическом уровне находятся. У Валенсии, в отличие от прагматичной Баварии, другие козыри. Она играет в чисто испанский романтический баскетбол. Ну, это, во-первых, быстрые переходы, быстрая атака и активная защита. Много комбинационной игры. И я думаю, что в отличие от, допустим, нашего баскетбола, Лиги ВТБ, они быстрее чуть-чуть играют. Тем не менее, испанцы Химкам вполне по зубам. Тем более, команда сейчас на эмоциональном подъеме. Одержаны три победы подряд на выезде в Лиге ВТБ. Над Автодором, Униксом и Локомотивом Кубанью. Кстати, в день победы над железнодорожниками день рождения отметил форвард химчан Станислав Ильницкий. Из Испании он тоже ждет положительных эмоций. Чувствуем себя неплохо, готовимся в своем режиме. Немножко сложности, что каждая игра вы и зная. Три игры, да, серьезные соперники все были, сыграли достойно. И готовимся уже к пиле-оффу Еврокубка. Ответный поединок против испанской Валенсии химки проведут на своем паркете 3 марта. Молодежная баскетбольная команда «Химки-2» впервые за долгое время сыграла дома. В рамках единой молодежной лиги ВТБ состоялись матчи с дублем казанского «Уникса». Напомним, что на площадке «Уникса» химчане одержали одну победу и потерпели одно поражение. В этот раз команда Олега Резова дважды обыграла соперника 80-65 и 94-75. Однако такой счет на табло не говорит о том, что все было легко. Заметно прибавились с последнего нашего выезда. Они здорово бежали, здорово боролись. Игра со скамейкой у них была неплохая. Интересный соперник, игра была интересная. Сейчас на первом месте регулярки «ЦСК-2», на втором «Химки-2» замыкают тройку лидеров дубль «Самары». Финал молодежной лиги состоится в апреле, куда отправятся 8 лучших команд. Одно из самых захватывающих событий февраля – турнир по смешным единоборствам «Fight Nights Global 59» состоялось. Он прошел 23 февраля в баскетбольном центре «Химки». Поклонники так долго ждали это событие, что билеты были проданы задолго до его начала. Алексею Житких посчастливилось стать зрителем поединков. На трибунах нашлось место и болельщикам с ограниченными возможностями. В городском округе для этого всегда делается все возможное. Практически все объекты спортивного назначения в городском округе «Химки» обладают доступной средой для того, чтобы инвалид-колясочник или вообще человек с какими-то ограниченными возможностями мог спокойно посещать какие-то спортивные мероприятия. В «Андеркарде» турнира было заявлено 10 поединков, главный из которых встреча легковесов Ахмеда Алиева с бывшим бойцом UFC Эфраином Эскудера и бой тяжеловесов экс-чемпиона Беллатар Виталия Минакова против американца Диджея Линдермана. Перед началом поединков к зрителям обратился глава «Химок» Дмитрий Волошин. Я благодарю организаторов компании «Файт Найт» за выбор, который был сделан в нашу пользу. «Химки» – истинный город спорта. Первые восемь поединков вовсе не назовешь разогревочными. Зрители получили то, за что они любят ММА – бескомпромиссные сражения на пределе человеческих возможностей. Наконец, в октагон вышли восходящая звезда UFC Алиев по кличке Мясник и Эфраин Эскудера. Российский боец, оправдывая свое грозное прозвище, начал бой жестко и бросился разделывать оппонента. Однако Эскудера сразу дал понять, что отбивная из него никак не получится. Нокаутировать оппонента Алиев не смог, но победил решением судей. Линдерман перед боем с Минаковым рассказал, что у него с Виталием сложились теплые отношения. На 25 минут бойцам предстояло забыть об этом. Именно столько времени было отведено на их поединок. Мало кто рассчитывал, что бой продлится четверть часа. При этом большинство экспертов были уверены, что ляжет именно Линдерман и ляжет быстро. В начале боя, казалось, так и будет. Минаков уверенно занял центр октагона и несколько раз удачно попал, но в конце первого раунда пропустил жесточайший левый боковой и едва устоял на ногах. Российского бойца спас гонг. В свой угол он ушел на ватных ногах в состоянии гроги. Когда стало ясно, что в стойке Линдермана раскусить пока сложно, Минаков перевел поединок в портер. Провести болевой или задушить оппонента не удалось, зато в клинче у сетки и в фуллмаунте экс-чемпион Беллатер нанес несколько увесистых ударов и здорово измотал американца. Третий раунд боя снова прошел в стойке. Линдерман окончательно выбился из сил и раз за разом пропускал тяжеленные удары. Поединок окончательно принял односторонний характер. Лицо американца превратилось в кровавую маску, стало ясно, еще немного и свет в баскетбольном центре Химки для него потухнет. В конце концов Минаков оттеснил соперника к сетке и провел очередную серию ударов, последним из которых стал чудовищный по силе правый боковой. Линдерман рухнул как подкошенный. Эта победа стала для уроженца Брянска Минакова 19-й в 19 поединках, 17 из которых он завершил досрочно. В настоящее время у российского спортсмена действующий контракт с организацией «Белатор», по которому он проведет в 2017 году четыре боя. А накануне турнира мастера смешанных единоборств приняли участие в футбольном матче. На поле стадиона «Родина» сотрудники администрации сыграли в мини-футбол против команды профессиональных борцов. В матче также приняли участие представители Министерства спорта Московской области и спортивных СМИ. Четыре команды в каждой по семь человек провели друг против друга один матч по 30 минут. Подгода самая футбольная, идет небольшой дождь, 3 градуса тепла. Я думаю, что команда сегодня покажет красивый и отличный футбол. Представители смешанных единоборств отмечают, что игровые виды спорта – важный элемент их подготовки к поединкам. Помимо психологической смены, так скажем, обстановки, когда ты вылезаешь с борцовского ковра, в данном случае из периметра октагона, да, из борцовского зала, на спортивное поле, вот эта разрядка эмоционально идет, в то же время и ты расслабляешь, ты немножечко, так скажем, меняешь сферу деятельности, направление и расслабляешь те мышцы, которые на самом деле уже загружены. То, что футбол для представителей единоборств – обязательный вид спорта, их соперники убедились воочию. Команда промоутерской компании «Файт Найтс», под эгидой которой провел поединок Минаков, выступила достойно. Играли жестко, но не грубо. Первое место ожидаемо заняла команда «Минспорта». Серебро – у Химкинской администрации. Третье и четвертое места, соответственно, у «Файт Найтс» и журналистов. Четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий Минаков провел мастер-класс для мальчишек «Исходни». Ребята из секции греко-римской борьбы спортивного комплекса «Юность» впервые увидели чемпиона и спортсмена с мировым именем. Четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий Минаков провел мастер-класс для мальчишек «Исходни». Ребята из секции греко-римской борьбы спортивного комплекса «Юность» впервые увидели чемпиона и спортсмена с мировым именем. Проведя тренировку, самбист поделился своей историей успеха. Призвал ребят не только выкладываться в зале на 100%, но еще и усердно заниматься в школе. Если то, что я сегодня сказал, хоть у кого-то хотя бы в одной голове это отложилось, это уже большой плюс. В дзюдо, самбо, греко-римской и вольной борьбе голова особенно подвержена ударам. Поэтому сломанные уши и нос – это бойцовский паспорт. Если видишь человека с поломанными ушами, ты можешь смело к нему обратиться, он тебе всегда поможет. Первый раз Виталий пришел в зал в возрасте 9 лет с диагнозом бронхиальная астма. Изначально врачи запрещали ему тренироваться, и он просто смотрел на ровесников. Но желание перевесило, и он все-таки стал заниматься. Дальше были годы ежедневных тренировок. Чемпионом мира Виталий стал в 22 года. От таких историй юные мальчишки впечатлились. Я бы хотела стать тоже на такого спортсмена похожим, но надо очень упорно трудиться. Мне бы тоже хотелось стать, как он. Школа греко-римской и вольной борьбы в нашей стране развивается. Интерес к этим видам спорта растет и у подрастающего поколения. Традиционная благотворительная лыжня прошла на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Организатор гонки – фонд «Линия жизни». Виктория Волкова расскажет о мероприятии. Каждый год, начиная с самого его основания, 2008-го, сотрудники фонда проводят спортивные мероприятия и собирают деньги на лечение тяжело больным детям. Средства с этой лыжни пойдут на операцию Маши Кузнецовой из Москвы. Ей 12 лет, у нее тяжелое заболевание позвоночника, сколиоз четвертой степени. И как раз в самое ближайшее время ей будут делать операцию. Участники бежали дистанцию длиной в 6250 метров. Это одна восьмая классического лыжного марафона на 50 километров. Поэтому трасса под силу спортсменам любого возраста. Уже в третий раз гонку поддерживает двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. Сегодня тоже решила пробежаться, прокатиться на лыжах, получить удовольствие и помочь заодно нуждающимся. Все больше и больше желающих поучаствовать и помочь, которые хотят. И вообще просто добрых людей. С каждым годом количество участников растет. Сегодня, чтобы помочь Маше, на лыжи встали порядка 350 человек. Многие приходят сюда с семьями, друзьями и коллегами. Внуки мои подвигаются. Вот сейчас внук пробежал, дать я не могу. То ли где-то впереди, то ли где-то сзади. Вот внучка бежит. Подруга предложила, и мы согласились все за компанию. У вас тут и спортсмены выступают. Так что все очень интересно, показательно. На финише участников ждала полевая кухня. Все лыжники, независимо от результата, получили памятные медали. Традиционный пьедестал подсчета заняли те, кто прошел трассу за наименьшее количество времени. Победительница среди женщин Юлия Конякина. Мастер спорта по лыжным гонкам. Вот решила вспомнить, так сказать, молодость, пробежать на лыжах. Удалось побороться, удалось побороться с мужчинами на дистанции. Поэтому я довольна сегодня. По предварительным подсчетам, это мероприятие принесет порядка 400 тысяч рублей. Сотрудники фонда «Линия жизни» надеются, что благодаря их помощи Маша Кузнецова встанет на лыжи и сможет уже сама присоединиться к ежегодным благотворительным забегам. Это был обзор самых интересных и ярких спортивных событий. Смотрите программу «Химки Спорт» на нашем канале, а также на сайте himkismi.ru. Я, Екатерина Юшина, с вами прощаюсь. Мы встретимся ровно через неделю, ведь нам всегда есть что рассказать. Продолжение следует...